Вопрос. В прошлом году у меня были проблемы со здоровьем, из-за которых я потеряла много в весе. Я не могла поститься на протяжении месяца Рамадан, следуя совету доктора. В этом году я излечилась от той болезни, но до сих пор не набрала идеальный для себя вес. Мои родители и близкие друзья советуют мне не поститься. Я спорю с ними, так как я чувствую, что мое здоровье позволяет мне поститься. Но моя мама по телефону обратилась к имаму нашей мечети и разъяснила ему мое положение. И он сказал, что мне не нужно поститься, пока я не наберу необходимый вес. Следует ли мне прислушаться к их советам и возместить пропущенные дни, когда я полностью исцелюсь, или поститься уже сейчас? Ответ. Хвала Аллаху. Просим Всевышнего Аллаха исцелить вас и даровать полное здоровье. Вам следует обратиться к доктору-специалисту, который занимался вашим лечением. Если он подтвердит вашу возможность поститься, а также то, что пост не влияет на ваше здоровье и процесс выздоровления, то это успокоит вас и ваших родителей, и вы с помощью Аллаха сможете поститься в этом случае. Но если доктор скажет, что пост для вас труден и может повредить вашему здоровью, то вам предпочтительнее разговеться и возместить пропущенные дни поста после, по прошествии Рамадана и после полного исцеления с дозволения Аллаха. Ад-Дирдир аль-Малики, да помилует его Аллах, сказал, дозволено разговляться в том случае, если, по словам знающего доктора, болезнь предположительно может усилиться, и в том случае, когда он предполагает, что болезнь из-за этого будет продолжительнее, и исцеление наступит позже, и также если пост для больного тяжел и утомителен. Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, Дозволяется разговляться тогда, когда есть опасность, что пост увеличит болезнь, или исцеление наступит позже. Это и есть причины, дозволяющие разговляться. Если есть боязнь усиления болезни, замедления исцеления, трудности, и если пост утомляет больного, то все эти причины являются теми, из-за которых можно не поститься. Если же пост не влияет никак, например, при зубной боли или боли в пальце или тому подобном, то подобные боли не являются причинами дозволенности разговления, если только это не случай, когда могут возникнуть последствия. Но если это простая зубная боль, то человеку прерывание поста не поможет. Однако если доктор скажет, что если больной разговеется и поест, то это облегчит ему болезнь, зубную боль, то тогда мы скажем, что нет ничего плохого в том, чтобы разговеться. Так как в некоторых случаях недостаток питания способствует продолжительности болезни и влияет на боль. Глазная боль, например. Если пост влияет на человека, то он разговляется, а если не влияет, то не разговляется. Один лишь недостаток веса не является причиной разговения. Следует смотреть на последствия, которые может вызвать пост в человеке. Большая трудность, утомление или вред. А также можно ли восполнить недостаток питания ночью. Поэтому обязательно необходимо найти доктора, которому можно доверять, и взять совет у него. Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос 140246. А Аллах знает лучше.